Девочка-пай Привет всем! Мы снова приехали в Сакраменто, раннее утро. Сегодня наша музыкальная команда будет проводить проставление в той же церковь, где мы были, в пятницу. Это уже третий день путешествия. Если считать, что мы выехали в четверг, то четвертый день. Вчера у нас был классный концерт в Лос-Анджелесе. Было очень много интересных людей. Необычная такая церковь, очень такая уютная. Как по мне, организация была намного уже лучше, чем в первый день. И у нас даже было свободное время, чтобы мы пошли прыгнуть по городу. У нас такой образовался коллектив очень хороших людей. И каждого какое-то свое приносит в группу. Очень приятно работать. Мы уважаем друг друга. И это самое главное, что когда команда... Здесь много, как сказать, артистов, таких соло-артистов и певцов, музыкантов. Но мы все как-то уступаем друг другу и как бы уважаем этот процесс. Тур еще не закончился, но посмотрим, мы еще останемся друзьями в конце тура или нет. Ну, я думаю, что все нормально будет. Мы все согласились с тем, что мы буквально за несколько раз сыгрались. Спелись, игрались, мы уже чувствуем друг друга. Мы понимаем команду, мы понимаем динамику. Мы уже более свободно чувствуем себя на сцене и просто, как говорится, качнем Чикаго, ну там. Качаем. Качаем. Да, раскачали по полной. На самом деле ребята, с которыми мы служили, я их впервые увидела на репетиции. Мы познакомились. И для меня это было таким классно. Я увидела, насколько люди простые, насколько открытые, и я была очень рада знакомству. Каждый из них очень классный человек в первую очередь, и потом уже классный музыкант. Когда мы вот первый концерт отыграли, мы сразу же, когда собрали аппаратуру, сели в автобус. И сразу же каждому была возможность высказать какие-то позитивы, какие-то негативные вещи, которые на их взгляд произошли. Первое, что мне понравилось, что дух команды, классная команда у нас, как бы все дружные. Ну просто, очень все просто проходит, без никаких, как бы, драмы никакой. Людям понравилось то, что мы делаем, но это дает мне лично фидбэк, что это надо дальше делать, даже если это стоит, там, не спать и так далее. Друзья, если вы еще не знаете, Double Joe это просто потрясающе, со всей скромностью, классная компания, классный музыкальный центр. В нем уже собрано много музыкантов и исполнителей, и наша мечта собрать еще больше, большее сообщество авторов, музыкантов, исполнителей, продюсеров, аранжировщиков, промоутеров, христиан, чтобы больше и больше развивать, выпускать более качественный контент, помогать развиваться молодым талантам. Еще одна уникальность вот нашей, можно сказать, команды или нашего платформы или музыкального центра, это то, что это все волонтеры. Вот музыканты, люди, которые администрировали, это большинство из них отдают свое время для того, чтобы вот созидать вот это. И, естественно, мы не делаем их, что вход платный, это все делается на благословение людям, и мы сами финансируем это, потому что мы верим в то, что мы делаем. Вы знаете, мы музыканты и исполнители, мы приехали сюда из разных церквей, из разных городов, из разных штатов, и это первый наш такой совместный тур, когда мы в таком составе вместе куда-то приехали. Спасибо большое за то, что мы берем. Спасибо огромное. Это огонь. Сколько у нас? 18 человек и трое детей. Мы здесь помещаемся, вот здесь вот. И, кстати, помещаемся очень дружно, что очень приятно, потому что, когда много людей в одном помещении, еще такие все экстравагантные, такие все харизматичные, и при этом вообще никаких там ни терок, ничего там, ни обидок, ни там, не знаю, ни домоловок, все классно, очень крутая атмосфера. Когда первый раз видела автобус, я просто такая, вау, он и внешний классный. Когда заходишь туда, ты видишь, насколько он комфортный, насколько там есть много места, несмотря на то, что у нас ехало 16 человек и трое детей, на самом деле этого не ощущалось. Хотя изначально были мысли, что как мы там все поместимся. Он очень комфортный, он просто не ощущается. Очень круто то, что каждая церковь нас принялась такими открытыми руками, они нас благословили, они нас постоянно кормят, то есть мы никогда не голодны. Мы, по-моему, еще ни разу не заезжали в ресторан. Не, один раз был, это просто на полпути сюда. Вот, поэтому с начала до конца мы уже видим огромное благословение в этом туре, и я просто, I'm very excited for the next part. Я в большом предвкушении второго хода тура. Ну и вот закончился третий день нашего тура. Это, получается, половину мы уже прошли, первые выходные. И сейчас ребята собирают автобус. И хочется просто вот вспомнить то, что до того, как мы выехали, до того, как мы загрузили все в автобус, у меня лично было много очень переживаний. Я как-то все думал о всем, как это будет, как мы сможем это все быстро коммутировать. Ну, много технических было задач, которые непонятные были, потому что все-таки, когда ты едешь в разные города, ты не знаешь, что там тебя ждет. Но что интересно было, вот когда мы загрузили автобус там еще в Ванкувере, откуда мы выезжали, то эти все мои переживания как-то отпали, потому что команда классная. Я увидел, что мы все успели, мы все как бы смогли сделать то, что хотели. Вот подготовку, конечно, хочется всегда больше, но все равно мы подготовились максимально. И музыканты выучили песни. Просто много работы мы сделали для того, чтобы просто даже сесть вот на этот автобус и поехать, чтобы где-то играть. Поэтому я очень доволен, что вот все прошло очень гладко и получили массу благословения, просто классных ощущений, потому что люди очень принимали нас тепло, и мы вот имели такой интерактив с ними, нас кормили очень круто. Ребята все участвовали там на стройках. Ну, каждый как бы знает свою работу, и мы все дополняем друг друга. Это просто очень чудесно и очень приятно быть в такой команде, где ты ощущаешь вот такую поддержку, и где все собрались не потому, что им нужно быть, а потому, что они хотят быть вот на этом месте. Поэтому я очень доволен, и вот мы сейчас выезжаем назад в Портланд-Орегон, в Ванкувер-Вашингтон, и нам целую ночь ехать, но мы с большой радостью и с удовольствием едем назад домой. Субтитры подогнал «Симон»!